Мария Петровна, я вас приветствую. Добрый день. Мы сейчас ведем работу для того, чтобы этот проект, он не просто был оснащен дворец детства всем высокотехнологичным оборудованием, но самое главное, чтобы для детей были представлены качественные программы дополнительного образования. Чтобы благодаря обучению в кванториуме ребята в конечном итоге получили компетенции, полезные как будущему профессионалу. Не обязательно в той области, по которой он будет заниматься в кванториуме, но чтобы он прокачал, как сейчас модно говорить, свои скилсы, компетенции и смело шагал в свое светлое будущее. Получается, с сегодняшнего дня более 600, если я не ошибаюсь, ребятишек приступили уже к обучению. Возраст каков? Сюда мы зачисляем детей от 5 класса до 11 класса. И надо сказать, что этот проект не только для детей города Якутска, но и для всей республики. Здесь мы готовим, соответственно, график того, чтобы наши дети из республики могли также обучиться по этим программам. Дело в том, что если в Якутске ребенок проживает, это понятно, а если приезжают из районов, какова программа этого обучения? То есть ему где-то надо разместиться и так далее. То есть это как-то предусмотрено или нет? Да, программа предусматривается более интенсивная и короткая по времени, примерно, скажем, на неделю, 24 часа. И здесь мы сейчас в Министерстве образования ведем соответствующую работу для того, чтобы дети могли размещаться в соответствующих качественных условиях. То есть будут предоставляться какие-то общежития? Да, то, что будет идти по квотам, обязательно, конечно, вот так и будет. Ну, помимо этого, мы будем рассматривать и заявки, в том числе и от самих школ. Ну, все это будет идти в таком открытом режиме. А сколько компетенций предусмотрено? У нас будет 8 квантумов, то есть уже начали они свою работу. Это робототехника, нейроквантум, дополненная виртуальная реальность. Затем мы говорим IT-квантум, это для всех понятно, гео, аэро, космо и энерджи-квантум. И помимо этого есть хай-тек-цех, как мы говорим, сердце кванториума, где ребята, как раз-таки, придумав какие-то проекты, могут уже создавать прототипы в этом цехе. Как здорово. Скажите, пожалуйста, а как настроены родители? Вот вчера было открытие, наверняка были среди гостей родители, да, вот об этом расскажите. Какие впечатления, как отзываются о таких технологиях новых, да, в дополнительном образовании именно родители? Какие мнения звучат? Сейчас родители, большинство, очень ответственно относятся к будущему своего ребенка и понимают, что одних только уроков в школе, конечно, недостаточно. И они хотят, чтобы ребенок уже профессионально смог получить хорошую ориентацию, хорошее познание, пропустить через себя. Поэтому, конечно, есть ажиотажный спрос на кванториум. Ну и мы будем стараться удовлетворять все заявки, которые к нам поступают. То есть мы видим это еще таким образом, что бы школы могли прийти на экскурсии с классами. Ребята посмотрели, заранее уже для себя наметили тот квантум, который им интересен, и могли уже записаться более осознанно. Ну и помимо этого такие сквозные программы, краткосрочные, чтобы ребенок тоже, не теряя времени, мог быстро определить свои интересы. Потому что глаза, понятно, разбегаются. И очень многие взрослые вчера говорили, почему я не ребенок. Я тоже так хочу. То есть в основном положительно, да, потому что бывает же такое, что вот, компьютеризация, ну есть такие мнения в том числе, да, и зрение портят, особенно у старшего поколения мнение о современных технологиях, да, таковы. То есть, ну вот родители, как бы, в большинстве своем настроены положительно. Вчера как раз у нас наш кванториум открывался в единый день открытия кванториумов. 17 регионов открыли кванториумы вчера по всей стране. И это было сделано в рамках открытого форума инноваций в Сколково. И что интересно, вчера как раз вот ведущие специалисты, эксперты и успешные бизнесмены, обсуждая вот все эти инновации, они как раз таки сказали, что интернет – это наше будущее, даже не нефть на самом деле. Поэтому я думаю, что это все понимаем. А с 2016 года ваш центр также стал пилотным по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, так? Расскажите, в чем суть данного проекта? Это тоже очень интересный проект. Он, может быть, не так заметен и не так понятен пока для всех. Но второй год вместе с городом Якутском и в этом году первый год с 26 еще улусами нашей республики мы реализуем этот проект. Он заключается в том, что родители, определенная часть родителей получает сертификаты дополнительного образования. И по этим сертификатам они могут направить своего ребенка на ту программу, которая сертифицирована дополнительным образованием. И на это учреждение, представляющее данную программу, получает финансирование. И что интересно, здесь могут участвовать не только муниципальные учреждения, но и негосударственные. И в городе Якутске у нас такие имеются, и они второй год успешно работают. И вот эта модель очень понравилась в первую очередь, конечно же, самим родителям, что они могут так выбирать и обращаться не только к муниципальным поставщикам, но и к негосударственным. Ну и, конечно же, понравилась и негосударственным. А муниципальным эта идея понравилась потому, что есть определенные нормативы финансирования, в том числе и на увеличение заработной платы, на то, чтобы закупать оборудование. Ну и это стимулирует конкурентность и, соответственно, качество дополнительного образования. То есть в этом году продолжает этот проект действовать? Да, мы в этом году уже подводим итоги второго года нашего эксперимента и затем будем делать определенные выводы. Но эта модель, она не является универсальной, мы это сразу отмечаем. Но она хороша именно для стимулирования и поддержки конкурентности программ в городах, в районных центрах. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот сертификат на обучение? Ну, на этот учебный год уже такая работа была проведена и, соответственно, учреждения с родителями, в общем-то, эту систему отработали с прошлого года, по сути. То есть родители, имеющие сертификаты прошлого года, они сейчас, соответственно, делают выбор. И не обязательно в пользу того учреждения, в котором они были в прошлом году. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы идем в ногу со временем, да, каким вы видите дальнейшее в будущем, да, дополнительное образование? Еще какие могут проекты быть востребованы у нас в республике? Наше учреждение является модельным центром развития дополнительного образования детей в республике. И, соответственно, у нас такая функция возложена, чтобы мы старались вот эти точки роста активизировать. В этом году будут открываться опорные центры дополнительного образования в УЛОСах. В следующем году Министерство образования окажет им определенную поддержку, существенную. В соответствии с указом главы республики о поддержке одаренных детей, мы сейчас готовим к открытию через 2-3 года Международного центра «Дети Арктики». Это будет уже большой технопарк для всей республики. И надо сказать, что было распоряжение главы у нас о создании системы детских технопарков. Вот первый шаг сделан вчера, что мы открыли Кванториум. Но вот эта сеть, она должна расширяться не только в городе Якутске, но и в других районах и УЛОСах. И мы будем к этому идти и вместе с районами вот эти проекты отрабатывать. Потому что понятно, что эта работа требует несколько иного подхода, чем просто текущая деятельность образовательного учреждения. А вот Вы сказали о проекте «Дети Арктики». Немножко поподробнее можно? Да, конечно, еще 2 года впереди, но тем не менее. Что же это будет? Что за проект, что в себя включает? Надо сказать, что эта инициатива была предложена нашим региональным отделением «Матери России». Поддержана у нас на уровне руководства республики. На данный момент мы готовим проектную инициативу, которая должна быть рассмотрена в эти дни на Центральном проектном комитете республики. Сейчас у нас уже готово техническое задание. Вместе с Фондом будущих поколений будет вестись строительство данного комплекса. Очень современное, технологичное. В Якутске. В Якутске, да. Это будет на автодорожной, о чем вчера как раз наш глава республики сказал. На открытии кванториума. И вот то, что мы сейчас ведем работу по кванториуму во дворце детства, это, по сути, будет для нас и отработка технологий, и более, может быть, прорывных, в том числе, для того, чтобы вот там, на автодорожной, уже в более широком масштабе могли дети республики осваивать. Но не только республики, мы говорим, но и дети арктических регионов. То есть мы хотим сделать сочетание и традиционных, и инновационных технологий. Жизни на севере. Чтобы, с одной стороны, как бы не то, чтобы не забывать то, что было наработано нашими предками, а в том, чтобы сделать такой интересный сплав технологий и тех лет, и нынешних, да. И все для того, чтобы нам, северянам, здесь жилось и лучше, и экологичнее, и безопаснее, и комфортнее. Потому что есть технологии, которые, может быть, немножко даже и устаревают, в чем-то забываются, но они очень эффективные и полезные, и нам не надо от них отказываться. Но в то же время, если вот эти подходы применить в отношении современных материалов и подходов, то я думаю, что мы тоже можем здесь что-то интересное увидеть. А наши дети, они очень креативные, у них нет никаких ограничений, как у взрослых людей. И я думаю, что нас ждут еще много очень интересных открытий, не только имен талантливых детей, но, самое главное, и таких интересных технологий, и новых, скажем, бизнес-проектов для полезной для экономики республики, и вообще вот нашей интересной северной жизни. То есть, а вот главное отличие этого нового проекта «Дети Арктики» будет в чем? От Кванториума, допустим, то есть более расширенное? Может быть, там возрастной ценз будет как-то расширен? Возрастной ценз, он, в общем-то, особо меняется не будет, но здесь, с одной стороны, мы будем делать упор на детей из отдаленных улусов нашей республики, чтобы они могли здесь очень качественные такие программы получить, чтобы наши потенциальные Михаила Ломоносовы тоже могли найти именно свою точку роста, именно в системе дополнительного образования. То есть, ненадолго их отрывая от семьи, там, системы интернатов, а вот такими короткими заездами, чтобы взять их на заметку, чтобы их вести, направлять, помогать им, найти хороших тьютеров. И в то же время, чтобы тот образовательный бренд республики, который у нас сформирован, у нас есть свои очень интересные технологии прикладного творчества, и эксперты федеральные это отмечают, чтобы мы могли это показать и арктическим регионам. Спасибо вам большое за содержательную беседу. Я напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях была директор Республиканского ресурсного центра юной якутяне Мария Петрова. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе событий. Всего вам доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова